Приветствую вас, дорогие подписчики и уважаемые гости канала A Handful of Boys. Сегодня с вами мы поговорим о narrative player. Очень долго я откладывал этот разговор по нескольким причинам. Во-первых, я сам не очень люблю narrative play как режим, по некоторым личным соображениям. Ну и также я очень был наслышан, что narrative play в Kill Team по базе своей очень не очень. Но недавно, скажем так, я пересмотрел свою позицию по отношению к narrative player. У меня возникло желание самому организовать или кампанию, или хотя бы мини-нарративный ивент. Вот такой нарративный, веселый, немножко передохнуть от турниров и сделать что-то необычное, так скажем. И я поэтому заинтересовался официальными гайдлайнами от GW и решил заодно с вами тоже поделиться, что вообще как бы в Kill Team есть из такого. Что я должен сказать сразу же, кампания, то есть нарративная кампания, это по дефолту вещь, которая в большей степени на отыгрыше игроков. То есть игроки сами придумывают сюжет, придумывают там миссии, прочие штуки, как бы... Ну то есть это реально то, что делают игроки, по большей части. И GW здесь может только поделиться какими-то определенными гайдлайнами, предложениями о том, как это лучше реализовать. Да, на которые мы можем опираться, создавая собственную кампанию. И именно это мы и обсудим. Обсудим, да, просто я буду листать рульбук, читать его и делиться своими соображениями по поводу. Итак, давайте приступать. С чего все начинается? Начинается все с дата слейта. Дата слейт это как бы такая бумажка, в которой содержится информация про ваш киллтим, его название, количество эквизишн-поинтов, эквипмент-стаж и очень дефолтные вещи. Также важно, что наш киллтимовский дата слейт содержит и непосредственно наш киллтим. В Наритив Плее другой выбор оперативников. В Матч Плее, допустим, мы просто имеем свой командоростер, в который вписаны, скорее всего, все возможные опции. И потом уже перед игрой мы из этого листа выбираем нужный состав. В Наритив Плее мы вписываем киллтим и этим киллтимом мы играем, ну, по крайней мере, первые игры 6 такта. Вы поймете, почему именно 6. И это, на самом деле, как мне кажется, не то чтобы очень круто. Почему? Потому что у нас есть некоторые киллтимы по типу Хаос Культа или Стар Страйдеров или Гиларипоксов, которые вообще по барабану, на самом деле, на выборе киллтима он у них строго фиксирован. И их это никак не волнует. Есть какие-нибудь командозы, которых это тоже не волнует, потому что у них хоть выборы номинально и есть, но его на самом деле нет. И есть другие команды по типу Инквизиция или команды по типу Легионеров Хаоса, у которых очень большой выбор спецов. И вот первые 6 игр, они оказываются залочены вот в том шестерильном составе, который они выбрали изначально. Вот. Я считаю, что это не очень круто. Это как будто бы режет вот ту самую фишку нынешнюю киллтима с тем, чтобы подстроиться под команду оппонента и немножко тупо дисбалансить команды, как бы те, у которых нет выбора, тут в большем преимуществе оказывается. Вот. Но, как бы, на RedSive он не особо при баланс, поэтому потенциально это не такой уж и минус, но это то, что мне лично не нравится, вот, скажем так, с самого начала. Вот. Собственно, так это все выглядит. Там эту бумажку вы можете или распечатать из PDF-ки рульбука, она там есть, либо вы можете зайти на Wirehammer Community, набрать там Kill Team, iOster, там Data Slave Builder, и вам в онлайн-режиме вылезет мини-приложение, чтобы вот такую штуку заполнить, как бы. То есть это, как бы, проблема очень-очень решаемая. Далее. Экспа. Прикол-нарратива, уже старые добрые традиции ГВ, это прикачка. Прикачка наших пацанов. Собственно, за битвы наши ребята набираются опыта, и этот опыт они могут тратить на Battle Honor. Собственно, Battle Honor, это у нас несколько табличек. Есть фрикционная табличка, у каждого именного киллтима она своя. Ну и есть, типа, дефолтные базовые, они повязаны к специализмам. Специализм — это то, что у вас указано в четырех треугольниках в правом нижнем углу дата слейта. Те треугольники, которые подсвечены оранжевым, — это те специализмы, которыми ваш оперативник обладает. Собственно, когда вы качите с одного оранга на другой, вот по этой табличке, вы выбираете специализм, ну и, собственно, прикачиваете парня по нему. Вот, и далее он может перекачиваться только в этом дата слейте. В смысле, только в этом специализме, в ремках этого специализма. То есть, если у оперативника, допустим, было два специализма, там, Combat и Staunch, и вы выбрали Staunch, когда он стал ветераном, то вы до самого конца кампании перекачиваете его по тому, что вы выбрали. Да, выбрали Combat, по Combat, выбрали Staunch, до конца он Staunch. Все. Вот эта табличка внизу, собственно, с тайбрейкерами рангов, то есть, сколько экспы вам нужно набрать, чтобы скакнуть на следующий ранг и получить непосредственно новый Battle Honor, здесь условия получения экспы. Все достаточно банально. Если ваш оперативник убил врежеского оперативника, он получает 1 XP. Важно, что это кап в 1 XP, ну, по войдингу предложения, да, то есть, если ваш оперативник убивает любое количество врежеских оперативников в битве, он получает 1 XP. Неважно, убил он 1 или убил 10, максимум 1 XP за убийство вы получили. Далее. Аналогичная конструкция с Mission Action'ами или Scoring'ом точек. Также поскорил точку, там сделал миссионное действие, 1 XP получил. Окей. И, наконец, когда вы выполняете условия Токопса в Таичке, вы выбираете одного бойца, который помог ее поскорить, и получаете, вешаете на него, точнее, тоже 1 XP. Вот на это капа уже нет, и по третьему Bullet Point'у один оперативник может себе много XP заработать. Но, честно, по моему опыту, аэдка это, типа, больше 1-2. Вот, то есть, в среднем за битву вы будете получать, ну, где-то там, 3, скорее всего, XP на бойца. Возможно, больше, если вы играете за элитную банду. Элитные банды, они чаще всего выполняют одним бойцом несколько вторичек. То есть, они вот по третьему Bullet Point'у будут раскачиваться весьма серьезно. Вот, но, как бы, не очень большой, скажем так, набор XP. Не сверхгигантский. Я бы сказал, здесь он как раз средний. Типа, вот, смотря на эти тайбрейкеры, типа, 3 XP за битву, мне кажется, это вот, типа, самое-самое то, на самом деле. То есть, вы за 10 битв, ой, даже меньше, за... 6 битв уже становитесь асом, то есть, у вас уже 2 перекачки, и это уже неплохо. А за 11 игры вы уже с 3-мя перекачками. С 3-мя, точнее, это круто. Это, мне кажется, неплохо. Вот. Ну, и сами посчитайте, за сколько игры вы в таком случае набираете реверт на оперативнике в среднем. Вот, Battle Honor на самом деле не особо интересные, больше части. Ну, типа, вот, Combat, ну, тут все, типа, на перекачку ближнего боя. Можно дамаг увеличить одним образом. Можно, там, значит, Марталки накидывать. Можно атаку получать, если Combat Support есть. Ну, типа, как бы, разные штуки. Какие-то более интересные, какие-то, просто, бафт от Лайна. Сталунж — это, типа, по его выживанию. Можно кому-то 2 вунды добавить, допустим. Представьте себе, интерцессор с 16 вундами, просто жуть, скажите. Вот, или можно получить игнор АП1 на оперативнике. Будет очень больно бить по некоторым командам. Марксман — это, типа, на стрельбу. Тут, на самом деле, вообще максимально скучные, как мне кажется, перекачки. То есть, там, чисто, я боюсь куба, там, игноришь трефы за угар и в оч. Типа, большая часть таких правил, во-первых, и так вшита в команду, как правило. Нет какого-то аризона. Чоррец это зачем-то вкачивает себе. Ну, короче, не особо круто, вот. Единственное интересное, типа, взаимодействие, которое не просто баф статлайна, это деф-фарма-баф. Но деф-фарма-баф, типа, настолько сам по себе слабый бонус, что, как бы, э, не круто. Вот у скаута интересные, как бы, перекачки. Можно, допустим, совершать дэш более чем один раз в свою активацию. Это очень полезно Корсарам и Тарухапрельным моделям. Типа, правда, мне кажется, это интересная штука. И, добавоку, что ты игнорит реверса тоже. Интересная вещь. Там, Тодж, типа, бегать сквозь engagement range. Очень прикольно. Деплоиться далее Таруха в своей дробзоне. Ну, прикольно, как бы. Вот скаут это интересное взаимодействие, по крайней мере, с правилами игры. Все остальное это, типа, тупой баф статлайна, что... Ну, не знаю, я небольшой фанат подобного. Далее. Помимо баталонов можно получить и по лицу, получить всякие казуалити. Банально, если ваш оперативник в битве оказался incapacitated, то вы обязаны перекинуть за него казуалити тест. На 2 плюс вы пришли, на единичку вы получили батл с кар. Если вы пришли тест, но ваш оперативник все еще успел умереть, ну, в смысле, он в битве умер, да, и вы пришли к казуалити тест, то он все равно получает небольшой дебаф, не может получить более Таруха XP за битву. Но, как мы посчитали, это не очень большой дебаф, потому что Таруха XP это то, что мы получаем в среднем за битву. Да. Небольшая беда, небольшая беда. Казуалити тесты можно игнорить за каждого медика, который при этом был выбран для диплоймента, это важно, да, должен был сам в битве участвовать, чтобы вы могли поролить казуалити тесты. Вот, ну, и когда вы завалили казуалити тест, вы кидаете еще один D6, чтобы понять, какой батл с кар вы получаете. Батл с кар рандомятся обязательно, в отличие от прикачек. При качке вы можете выбрать, можете порандомить. Батл с кар рандомятся всегда, что в целом логично. И за каждый батл с кар, который на оперативнике уже висит, вы вычитаете один из броска. Почему это важно? Потому что на единичку вы в целом умираете, да, оперативник вываливается из вашего дата слейта, и это неприятно. Вы можете полностью лишиться оперативника и ходить там, допустим, с легионерами, а питью. Это уже очень больно и очень неприятно. Как бы остальные, вот, Critical Impairment, это запарит дэша и позитивных модификаторов КПЛ, тоже серьезный дебаф. Далее, три штуки, это какой-то способ получить себе инжой бесплатно. Там, или инжой на баллистик скилл, или инжой на weapon скилл, или инжой на мув кайлл. Выбирайте, что вам больше нравится. И Cable Affliction, вам повезло, вы не получили батл с кар, но и не получили такой экспы. Не круто, не круто. На самом деле, мне иногда кажется, что лучше получить батл с кар, чем на битву. Но, вообще, сама вероятность получить батл с кар, она низкая. Типа, это одна шестая. Точнее, нет, это... Ну, в общем, вы поняли, вы не так часто будете их ловить. Может, если вы будете умереть всей командой, каждую битву, тогда, вероятно, будете часто ловить батл с кар, но это уже такая ситуация, когда и так все плохо. Ну, и дальше есть iCover и тест. В конце каждой битвы вы можете кинуть iCover и тест за каждого парня с батл с карем на 5+. И батл с карем слетает. Очень удобно, нельзя iCoverить те батл с карем. Ну, короче, вот просто по порядку. Вы сначала, типа, кидаете на батл с карем, потом делаете iCover и тесты. И iCover и тестом нельзя снять тот батл с карем, который вы получили после той же самой битвы, после которой вы делаете iCover и тест. И тест. Последнее предложение в скобочках. Окей. Здесь все плюс-минус понятно. Далее идем. База операций. Это уже вот интересная весьма вещь, которая заточена на предложительную кампанию, как таковую. В чем она заключается? Что у нас есть некая база нашего киллтима, из которой он, типа, выбирается на вот эти всякие свои операции. Там хранится эквип, обычный и аэроэквип, и есть еще асеты, о которых мы поговорим чуть дальше. Эквип в narrative player немножко иначе набирается. Вы его отвоевываете буквально. То есть у вас есть способы его получить за счет условий миссии иногда, иногда за счет тех самых асетов. Иногда вы покупаете эквип за эквизишн-поинты. Мы и до этого дойдем. То есть не так, как в матче-плее, когда у вас есть 10 эквиппинг-поинтов перед игрой, и из них вы там выбираете необходимое вам количество эквипа. Здесь все куда староже, и опять-таки первые, как минимум, 6 игр вы будете играть без эквиппа, скорее всего. Это, как мне кажется, тоже немножко странно, потому что очень многие команды как будто бы повязаны на том, что они могут брать определенный эквип, и без него, ну, как-то все начинает смотреться грустно. Вот. У аэроэквипа как бы похожая, похожая система. Единственное, он получается только за счет выполнения тех самых спецопераций, на которых мы дойдем, и эквипп нельзя повторять. То есть у вас может быть максимум один одинаковый редкий эквипп на всю вашу банду. Да. Как бы базовый он очень скучный. Трекционный поинтересный. Трекционный есть действительно интересный, который как-то круто бафрит ваши модели, интересно взаимодействует с правилами команды и с деком команды. Базовый редкий эквипп, ну, просто скучнейший, это там просто навесить какой-нибудь спешил арул на вашу пушку или хтх-шное оружие, ну, очень скучно, даже задерживаться не хочется. И вот есть стратегические ассеты, это какие-то, скажем так, определенные отсеки вашей базы, приколы вашего килтима. В общем, как это работает? Изначально у нас нет вообще ассетов как таковых, у нас есть только их лимит, что их может быть максимум два. Далее мы можем заказать себе ассеты за счет реквизион поинтов, и тогда мы ассеты получаем. Также можно увеличивать себе и лимит ассетов, максимум он раскачивается до пяти стук. Ассеты, извиняюсь, ассеты можно еще вдобавок менять, также за тот же самый реквизион. Вот, это интересная вещь, потому что она взаимодействует именно с игрой в целом. Это как бы нечто очень влиятельное, действующее вне стола, скажем так. Вот, допустим, Engineering Bay, да, вы можете выбрать что-то by Kate Step, атерейную фичу далее в шести, ну, в шести точнее драйб-зоны, и сказать, что она heavy, а не light. Как мне кажется, вообще очень прикольная штука. Система агентов, да, система наблюдения, точнее. Можете сделать два икона вместо одного. Тоже. Весьма хорошая вещь. Сеть связи. Можно поролить бросок на инициативу. Очень, как бы, крутая штука. То есть, вот, у многих, не у многих, у некоторых киллтимов, вот, допустим, у старых страйдеров, у них есть обилки подобного плана, которые реализуют как раз некое всевластие, там, этих киллтимов, да, типа вот. У старых страйдеров, это демонстрирует очень большое влияние вольных торговцев в империуме, их богатство и так далее. Там, у инквизиции это отображает, понятное дело, их абсолютную власть в империуме и так далее. Вот, ассеты это вот что-то из такого же плана, то есть, они дают очень большое влияние на партию, и, как мне кажется, это в целом интересная штука. И что наиболее интересно, в отличие от, допустим, прокачек базовых и базового эквипа редкого, этот же ассеты, даже базовый, это очень интересная вещь, с которыми можно поиграться, но помните, что также, также есть и уникальные ассеты для каждой банды, которые, вероятно, еще более интересные, чем базовые. Вот, а далее, эквизишн, эквизишн, о которых я уже много говорил, за них мы покупаем буквально все. Мы покупаем за них эквип, мы покупаем за них новых оперативников, мы покупаем за них ассеты. И еще есть не особо, как бы, прикольные штуки. Ну, как бы, они прикольные, но вы поначалу будете все тратить на новых оперативников, на эквип и на ассеты. Это объективно и очевидно. Все они стоят по одному эквизишн-поинту. Как же эти эквизишн-поинты, блин, получать? Мы получаем их, выполняя спецоперации. Спецоперации — это серия последовательных игр, в которых нам нужно выполнять определенные условия. За выполнение этих условий мы будем получать бонусы в виде эквизишн-поинтов, эквипмент-поинтов, дополнительного опыта и прочих вещей. Как они выглядят? Рассмотрим на примере первой базовой эллиминашн, все остальные, они вот одинаковые на самом деле. То есть у нас есть две операции и есть бонус-коммендейшн. Операции выполняются последовательно, то есть мы сначала обязаны целиком закончить операцию 1, потом закончить операцию 2, и только после этого мы получаем бонус за коммендейшн. Операция первая. Нам нужно закончить пять игр, в которых мы поскорили виктори-поинты со вторичек, марк-таргет, экзекьюшн и роб-эн-арен-так. Это важно, что в narrative player не изменились вторички, то есть они старые, рульбучные, до пака кайт-опсов. Имейте это в виду, это то, что ГВ нам базово предлагает, это то, что вот сейчас есть в narrative. Также по формулировке важно, что игру мы не обязаны выигрывать, надо просто ее закончить и поскорить вторички, и поскорить вторички, да, хотя бы одну из трех. Вот, когда мы это сделали, мы переходим к операции 2. Также мы должны закончить игру, просто закончить мы не обязаны ее выиграть, которой мы поскорили в эпэшке с Headhunter. Вот. За это мы получаем 1 acquisition point, 5 XP на того, кто убил варежеского лидера, и 1 item, айтековой эквипа. Все. Все. Как бы, за 6 игр мы получаем, на самом деле, очень много. И на самом деле, вот, мы могли бы подумать, ну, может, мы можем выбрать несколько спецопераций за это? Нет, не можем. Мы выбираем одну спецоперацию, заканчиваем ее, получаем commendation, выбираем следующую. Итого, если мы успешно выполняем все эти условия, они на самом деле выполнимы, очень легко, будем честны, вы за 6 игр получаете лишь 1 requisition point, и, типа, ладно, это вот только здесь. Допустим, в икарахертехе мы получаем 3 requisition point. Ну, то есть, надо смотреть, короче. Но, в основном, это 1 или 3, кстати. 1 или 3. Вот, я 2 не вижу. Но, если вы получаете 3, то вы не получаете, типа, никаких остальных бомбов. То есть, на самом деле, вот, раскачка по requisition, она не очень, как бы, мощная. То есть, вы за 6 игр получаете, либо 1 requisition point, что, ну, вообще ни о чем, как будто бы. или вы получаете 3, уже чуть больше о чем, но все равно, типа, 6 игры вы тратите, чтобы, вот, добавить оперативника, получить посет и получить себе всего лишь 5 equipment point. Да, такой очень, очень, я бы сказал, тяжелый размен в отношении времени и бонусов. Мне это не очень нравится. Вдобавок, спецоперации сами по себе, как вы заметили, никак не мотивируют вас выигрывать игры и никак не мотивируют вас выполнять первичку. К счастью, к счастью, у ГВ есть именно нарративные миссии, они прописаны в книжках коробочных, то есть, в каждой коробке киллтима есть там книжка, вот, Киллтима Октариус, там есть лист нарративных миссий со своими условиями там победы, со своими бонусами за эту победу. Да, вот, в таком случае хорошо, у нас есть как бы первичка, которую есть хоть какой-то смысл выполнять, и у нас есть вот эти спецоперации, типа вторичка, которую тоже есть смысл выполнять, и объединяя все это, мы получаем типа плюс-минус интересный геймплей. как бы, имейте в виду, что если вы хотите заставить спецоперации нормально работать, вам нужно как-то стимулировать игроков выполнять первичную миссию, потому что иначе игра, как мне кажется, в целом теряет хоть какой-то смысл. Вот. Но, к счастью, у ГВ есть наработки и по первичке. Так что здесь мы не очень сильно в проигрыше. Ну и далее есть сиквенс narrative player. Он внезапно отличается от матч-плейного сиквенса, плюс потому что его никак не затронул critical op pack. То есть здесь по-старому ставятся баррикады, здесь по-старому ставятся оперативники, здесь выбираются старые так-опсы, и, что важно в отношении так-опсов, вы выбираете ну, во-первых, тоже старый механизм набора вторичек, то есть колода из шести карт, две тянете, одну скидываете, одну оставляете. Но здесь вы выбираете любой архетип. Не тот, который приописан в вашей команде, а вообще любой, буквально любой. Это позволяет нам, во-первых, выполнять все спецоперации, которые предложены ГВ, ну и также это просто прикольно. Окей. Окей. Вот. И также важно, что вы тут получаете два КП, а не ТАИ на начало партии, и только если живой ваш лидер, а он может быть не живой, он может получить батлскар и умереть. Да, и в таком случае вы и оперативника лишаетесь, и два КП не получаете, и вообще все очень тяжело. Также есть интересный механизм баланса очень раскачанных игроков в отношении незакачанных игроков, то есть идет подсчет, сколько у кого ассетов и батл-оноров, и далее мы смотрим на разницу. За каждые две единицы в разнице игрок с меньшим числом батл-оноров и ассетов может либо КП себе добавить, либо два дополнительных реквимент поинта получить на эту самую битву. То есть для примера у одного парня 5 ассетов и 11 батл-оноров, допустим, мега раскачанный чел, а у другого ничего нет, ноль, и в таком случае он может себе 8 КП получить, допустим, или 16 реквимент поинтов, или по-разному это дистрибутировать, типа 4 КП и 8 реквимент поинтов, да, как больше нравится. Дальше старый скаудинг, да, но это, я полагаю, можно уже захомарулить, чтобы он работал как новый, и все. Ну вот, тут еще важный, как происходит такой пост-гейм секвенс, что вы сначала кидаете casualty тесты, потом экспу увеличиваете, потом iCovie тест приходите и далее ставите галочку, что операцию выполнили или не выполнили. Вот такие дела. Вот, собственно, мы и перечитали все про narrative play в рульбуке от GV. Что я могу сказать? Некоторые вещи, правда, очень скучные. Очень скучные закачки, очень скучные рейтки, элементы эквипа, вот прям они очень-очень-очень скучные, но это баланс за тем, что есть фрикционные перекачки интересные, есть фрикционный эквип клевый. То есть с этим окей. Очень много, как мне кажется, доработки требует система спецопераций, то есть там надо реально заставлять людей чем-то делать первичку, давать за первичку какие-то огромные бонусы, чтобы был хоть какой-то смысл вообще и заниматься, потому что без этого игроки могут просто, я не знаю, бегать и скорить себе вторичные миссии и забить на все остальное. Мне кажется, это не очень правильно и не очень, как бы здорово, то есть надо придумывать первичку, чтобы ее было выполнять интересно, чтобы она давала какие-то тоже бонусы, в виде acquisition поинтов, там дополнительные экспы и так далее. Без этого не будет работать ничего буквально. Вот, то есть по сути то, что ГВ в рульбуке пишет в разделе narrative player, это просто такая небольшая база, на которую мы можем немножко оглядываться, но основную вообще идею и много в принципе чего нам придется хоморулить и дорабатывать самим. В целом, как бы многие компании так и работают, это как бы так сэляви, что называется, такова жизнь, но и это как факт, да, мы не можем взять компанию из рульбука и спокойно ее играть, да, то есть надо подключать мозг, надо что-то выдумывать. У этого есть свои плюсы, у этого есть свои минусы. Окей. Засим все. А, вот, самое главное, оценочку, оценочку на narrative player. 4 из 10. Читаю ниже среднего, надо очень сильно дорабатывать. Вот. И все, как конец ролика, в общем, большое спасибо, что досмотрели его до конца, если он вам понравился, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарии, мы комментарии читаем и даже на них отвечаем, я стараюсь отвечать на все, но не всегда получается. А, подписывайтесь на наши соцсети, ВК, Телеграм и, конечно же, Бусти, на Бусти я буду выкладывать свои собственные наработки по нарративному ивентику, который я сейчас разрабатываю в своей голове. Вот. Так что, если вам интересен мой мыслительный процесс и вы хотите в нем поучаствовать и мне там что-нибудь посоветовать, предложить, последить за мной, то на Бусти переходите, подписывайтесь, будем, как говорится, очень рады. на этом месте я обычно говорю привет всем Бусти подписчикам и говорю, что я их очень сильно люблю, потому что это правда, вы, ребята, самые лучшие, чмок вас всех в пупок, как говорится. За сим все, играйте в Kill Team, играйте в Kill Team осознанно и пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok